Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова я Ксения Колесниченко, я программист компании BI-Consult. Сегодня мы с вами будем выполнять задание восьмого дня марафона по кликсенсии, начнем с практики по демографии. У меня уже открыто приложение, которое для нас подготовили ребята из дата йоги. Мы снова видим, что у нас абсолютно оно пустое. Что мы делаем? Мы идем и открываем модель данных. Смотрим, какие данные там имеются. Мы заходим в модель данных и видим, что у нас есть две таблички. Первая табличка называется демография. Здесь по годам указаны субъекты федерации с указанием года, возрастная группа и численность населения в этой группе. Также отнесено к каждому субъекту федерации относится как минимум одна площадь. В таблице фактов мы видим, что у нас тоже самое есть регион год, название региона год и средняя заработная плата в конкретном регионе. Сразу же на что хотела бы обратить ваше внимание. К каждому региону и году относится только одно значение заработной платы. Оно фактически среднее. Кстати, ребята из Тата-йога очень переживали относительно того, насколько эти данные реальны. Хочется обратить внимание, что у нас в соответствии с требованиями Международной организации труда, для стран, у которых высока доля теневой экономики, у нас проводятся регулярные обследования. Раньше они назывались обследованием населения по проблемам занятости. Сейчас это выборочное наблюдение доходов и участия в социальных программах. Там ежегодно участвуют несколько десятков тысяч семей. И эти данные выборочных наблюдений призваны компенсировать недостоверность данных от коммерческих организаций. Это так, маленькое отступление. Вот. Мы переходим к выполнению первого задания. Для этого мы создаем новый лист. Называем его лист номер один. Начинаем мы с того, что... Жмем кнопку изменить. И читаем задание. На первом листе мы хотим видеть минимальную заработную плату в России и максимальную. Это должно быть отражено в KPI. Откроем диаграммы. Выбираем KPI. Ключевой показатель. Начинаем с минимального значения. На что сразу хотелось бы обратить ваше внимание, это то, что... Данное значение минимальной заработной платы, оно взято со всего диапазона периодов. То есть у нас даны, если мы себе представим, как у нас выглядит наша таблица, в одном столбце у нас указаны все субъекты федерации, по горизонтали у нас отложены года, и мы видим вот такую матрицу. Вот из этой матрицы по субъекту федерации погоды выбирается одно значение, самое маленькое. То же самое будет с максимальной заработной платой, мы копируем это значение, оп, вместо минимума мы напишем максимум. И мы видим, что она почти в 10 раз выше. Так, третий пункт. Нам необходимо проанализировать динамику средней заработной платы по стране, линейный график. Мы выбираем линейный график. В качестве измерения у нас будет год, а в качестве меры у нас будет... ...заработная плата со значением Average. Подпишем знаки метки. Средняя зарплата. Формат чисел числовой. Без запятых. Вид у нас, ну, во всяком случае, у дата йоги, ребят. Такой. Мы показываем... ...точки диаграммы и метки. Что еще хотелось бы... ...на что хотелось бы обратить внимание? Это то, что нам нужно вот сюда поставить модификатор. У нас дальше по ходу выполнения задания будет требование применить... ...выбрать какой-нибудь, например, один год. Если мы выберем только 2013 год, то у нас останется только одно значение из всей этой длины диаграммы. Это нехорошо. Поэтому мы сюда добавим модификатор, который называется год. Упс. И вы сможете увидеть, ну, сами, да, что применение данного модификатора действительно принесло пользу нам. Так. Четвертое задание. Анализировать заработную плату в разрезе регионов карта. Мы берем, выбираем карту. Так, я расширяю. Чтобы она была побольше места у нас занимала. И первым делом мы заходим в раздел «Добавить слой». Нам программа предлагает выбрать, какой именно слой, тип слоя мы будем применять. Мы будем применять его как в прогнозе погоды, подсвечивать целый регион. Или мы будем что-то обозначать. То есть численность населения, доходы населения. Общем добычи полезных ископаемых. Что угодно можно отобразить в качестве точек. Для слоя с линиями, он часто используется логистами. И для решения любых задач, где есть какой-либо путь перевозки. Воздушный, я не знаю, там, или по морю. Не важно. Может на автомобилях. Может быть, его даже используют в целях курьерских различных и так далее. Существуют слои плотности, слои, на которых мы будем отображать диаграмму, или просто фоновый слой. Мы в данном случае для решения нашей задачи выбираем слой области. В качестве измерения у нас будет регион. В качестве... Вот, посмотрите. Здесь, в разделе цвета, у вас, скорее всего, стоит пометка автоматически. Мы снимаем отсюда переключатель. И выбираем настройку по мере. У ребят из Data Yoga применено вот такое выражение. Я его скопировала для упрощения. Как оно читается? Мы суммируем заработную плату, но не всю, потому что у нас огромная матрица, а только ту, которая относится, где год равен максимальному значению. Мне кажется, что для решения нашей задачи достаточно просто указать зарплату, потому что мы будем применять переключатель по году, и мы будем его делать таким, чтобы у нас выбирался только один год. И поэтому, в принципе, достаточно будет значения просто селари. Но мы до этого дойдем чуть попозже. Здесь очень интересная тепловая схема. Видно, кому на Руси жить хорошо. Можно выбрать противоположные цвета, можно вот такой вот расходящийся градиент. Как вам удобнее. Ну, берите, что лучше. Что на ваш взгляд кажется, что выглядит лучше. Так. Что нам еще нужно отобразить? Сортировка, опции. Ну, я по легенду, по привычке показываю. Ой. Ну, вот можно выбрать там, что мы показываем с легендой. Что, вот если мы будем показывать метки, да, у нас отобразится название субъектов федерации. Да. Но мы этим не будем заниматься. Так. Переходим, наверное, к последнему заданию. Последнее задание у нас тоже очень... Оно тоже с подвохом. В нем указано... Что у нас указано? Вывести топ-5 регионов по заработной плате. Личная диаграмма. Бравим ничную диаграмму. Регионы. И максимальную заработную платку. Как у ребят из Data Yoga указано. Ну, вводим ограничения по регионам. Фиксированное число. Показываем только 5 регионов. В качестве пятого у нас идут другие. Вот. Но я уберу отсюда галочку. У нас будет только 5 регионов. Отображение у нас будет... Вот такое вот вертикальное. От самого большого к самому маленькому. И у нас будут здесь метки значений. Ну, вы помните, что нужно сделать для того, чтобы... Вся цифра отображалась. Да. Нужно выбрать... В мерах... Формат чисел число. Их точное количество. На что стоит обратить внимание? Если мы здесь Max заменим, например, на Sum. Вроде как в теории... Здесь же к каждому году относится только одно значение. И если мы напишем Sum, то у нас будет сумма одного значения. Неважно, что мы выберем. Максимальное, минимальное значение. Если мы выбираем только один год, один регион, выведется только что-то одно. Вот. Но если мы возьмем... Напишем здесь сумму, то у нас очень сильно поменяются цифры. А знаете почему? А, нет. Я вам расскажу почему. Потому что он будет суммировать данные за 5 лет. за 9, 10, 11, 12, 13 года. Вот такие дела. Когда вы будете для своих задач создавать подобные дашборды, пожалуйста, обратите на это внимание. Такого быть не должно. Здесь с методической точки зрения тоже не идеальные значения, потому что мы даже не знаем за какой год эти значения. Можно же предположить, что в определенный период цифры изменятся. Ну, например, произошел какой-то финансовый кризис, или там нефтяной кризис, да, и данные за, например, 13-й год оказались бы меньшими, чем за 12-й. Или, например, у одних регионов максимальные значения соответствуют 13-му году, а у других 12-му году. Да, и тогда будет такая очень интересная ситуация. Вот. Приведем в нормальный вид давайте наши наши диаграммы. Я оставляю только метки. и на все регионы тоже, потому что понятно, что речь о регионе. Так, назовем диаграмму максимальные зарплаты по субъектам федерации. Здесь у нас будет средняя заработная заработная плата в России в 2009-2013 годах. А здесь заработ... зарение заработная плата в России. Генлю, я предлагаю показать с ней. Так. Ах, как она у меня подписывалась, красивая. Надо это дело поправить. Цвета. Здесь мы заменяем. Средняя зарплата. Так. И мы переходим к выполнению следующего. Здесь мы оставим для фильтров в месте. На втором листе необходимо видеть количество трудоспособного населения страны KPI. Выбираем KPI и начинаем считать людей. people, some. Примерно население Российской Федерации. Вот. Но про что надо помнить, что нам нужны не все, а только в трудоспособном... Вообще к трудоспособному возрасту у нас, конечно, не относятся инвалиды первой и второй группы. И там, применительно к периоду 9-13-13 годов у нас не относятся к трудоспособному возрасту женщины в возрасте от 56 и дальше. Но это мелочи, правда? Потому что наша задача сейчас научиться правильно строить выражение. Дальше мы применяем к сумме всех наших людей модификаторы. Они у нас идут сначала в фигурных скобках, потом они у нас идут в угловых. и мы пишем, что мы будем брать суммировать... ой, мы будем суммировать только тех людей, которые подходят под наше значение от 16 до 59. применим применить. Все равно 86 миллионов человек. Примерно похоже. Нет, то есть это будет шафтом. Назовем мы это... трудоспособное. Сделаем только небольшой кипер. Ну, хорошо видны. Так, второе задание. Нам необходимо сравнивать количество людей по возрастным категориям пайчарт. Мы выбираем круговую диаграмму. Ну, допустим, пусть она у нас будет здесь. в качестве измерения у нас идет типы, да? А в качестве меры мы считаем людей. Ну, в общем-то мы сделали, что хотели. Численность населения по возрастным группам. Третье задание. Анализировать плотность населения отримап. Ну, берем карту дерева. Добавляем измерение и меры. В качестве измерения у нас идет регион. В качестве меры ребята из Data Yoga предложили нам такую формулу. Соотношение численности всего населения. к площади. Ну, на что хотелось бы обратить внимание. Давайте вернемся к модели данных. да, мы берем из таблички демография PeopleCount и действительно к одному региону относятся сразу три строки. для Square у нас относится только одно значение. Должно относиться одно, а встречается оно три раза. Да, и надо бы по-хорошему это дело поправить. Возвращаемся на нашу вторую страничку. и я предлагаю поправить эту формулу. Мы в данном случае наш знаменатель умножим на одну третию. Упс. с ней ничего не изменится. Так, в качестве метки плотность населения. мы увидим, что у нас самая высокая плотность населения. У кого? В Москве и Санкт-Петербурге. Дальше идут другие регионы. Мы можем поставить метки значений. Можем ввести ограничения. например, мы введем 10 самых крупных регионов или их будет только 7. Мы можем применять различные цветовые гаммы, какие нам захочется. измерения. Мы можем настроить их по измерению. выбрать какой-нибудь расходящийся последовательные классы или последовательные градиенты. Как вам интереснее будет. и дальше последнее задание видеть численное значение количества жителей по регионам. Плоская таблица. Самое интересное. Выбираем таблицу. и мы по измерениям сначала указываем регион и добавляем столбец, в котором мы считаем количество граждан. Тут тоже очень интересно идет то, что у нас нулевые значения есть. Это значит, что там что-то не то с источником данных. сумма это будет численность населения. Регион у нас будет субъект федерации. Числа у нас будут такие. у нас еще должна быть возможность фильтровать данные по периоду и региону. Возвращаемся на предыдущую страницу. Добавляем фильтры по периоду и региону. Добавляем измерение год и добавляем субъект федерации. Так называем год и субъект федерации. Что нам нужно сделать? Нам нужно настроить возможность выбрать фильтр только по одному году. Мы идем для этого в список наших полей. у нас есть поле year которое называется год. Жмем правой кнопкой мыши выбираем параметры года и жмем год всегда только одно значение. Замечательно. И вот смотрите мы выбираем год можем выбрать девятый можем выбрать тринадцатый год. Помните то что я вам говорила про диаграмму да если мы уберем оттуда модификатор то у нас будет выбираться только один год и это для нас очень неудобно. Вот. Такие дела. Но если мы выберем субъект федерации мы можем ох а что это такое что-то у нас не то. Мы идем изменить а ну понятно у нас не то поле выбралось у нас должно быть не people count а регион ничего страшного готово 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 ну вот теперь то что мы хотели как у нас интересно в алфавитном порядке разбросаны субъекты федерации но есть у нас проблема смотрите заходим мы на следующий лист и вроде как все прекрасно смотрится правда табличка у нас большая вышла ничего страшного это можно поправить а а если мы выберем 2010 год получится какая-то беда а если мы выберем 2009 год получится какая-то беда а если 13 то все вернется на круги своя давайте разберемся почему такая беда мы создаем еще один лист для этого и создаем диаграмму которую называем таблицей простите я заговариваюсь уже мы создаем таблицу в качестве измерения мы выберем people count в качестве измерения мы выберем год таблицей в качестве измерения двенадцатый год данных нет а за одиннадцатый год данных нет десятый год данных нет с девятым годом собственно говоря та же самая ситуация данные по численности населения у нас даны только за один год данные о среднем заработке у нас даны за несколько лет за 5 лет но вообще с точки зрения демографии в принципе это не такая большая беда потому что структурные сдвиги по численности населения тем более за такую по такой огромной полувозрастной группе как от 16 до 59 лет они составляют буквально сотые доли процентов и этим можно пренебречь ну это с методической точки зрения вот так что дорогие друзья если у вас возникли какие-то проблемы не удивляйтесь не переживайте они обусловлены тем что у вас данные взяты только за 2013 год ну что ж переходим к практике по музею также что у вас на и на и Продолжение следует...